всех еще раз приветствую сейчас время обеда ну и естественно мы идем в этот самый обед в ресторан будем смотреть что есть но я думаю по скорее всего по зимней концепции народу прибыло прибыли люди по какому-то на какой-то конгресс что ли гербалайф тут их встречают гербалайф сумки гербалайф какие-то штендеры стоят так что народу по прибавилось было смотрим ассортимент на обед от главный ресторат вот он здесь вот называется он амброзия заходим ну и вот сразу видно что народу стало много местное население но здесь не только из-за вы пока смотрите я буду говорить не только из-за того что тут гербалайф приехал просто выходные вот поэтому местное население здесь приезжает и я думаю что и еды конечно здесь прибавится рыба здесь гарниры луковые кольца спагетти картошка фри все в принципе достаточно стандартно но все подается поварами так вот и без вина и dd здесь как обычно станция с супами супа как обычно 2 супа ша и суп из брокколи так ну и вот здесь вечером и утром мы естественно не видели но сейчас здесь заработал бар в том числе с алкогольными напитками открылся здесь открылся зал вот еще там даже это говорит о том что народу добавилось потому что открылся еще один дополнительный зал он большой то есть летом здесь можно нормально разместить большое количество людей так раздачи конечно работают еще не все но понятно что и народу здесь не такое большое количество свободном доступе по-прежнему есть только салаты вот они здесь но тоже видите что тут наличие тоже ну стандартный набор ничего необычного здесь нет местные детки бегают гуляют так здесь немного осталось сыров есть какие-то холодные закусочки для зимы я думаю вполне всего достаточно садимся все хорошо так это сладкий стол он тоже ну не скажу что там какой-то шикарный но тоже по идее крупные овощи они вот смотрите в таком осадметь не резаная целиковая ну вот наверное в основном и все видите здесь все задвигалась все загудела зашумела стало как-то более весело более живенько так вот станция кофе чая они работают без перебоев ох ты как он они сорванцы бегают ну хорошо дети молодцы вот все напитки есть вот мой сегодняшний обед выглядит так то есть две вот ну что-то типа очмы суп из брокколи рыба на гриле ну тут вот овощи ну и салатик ну и стаканчик пива пенного приятного аппетита ну вот смотрите очень такой приятный вид мы смотрим на улицу там вдали море гор конечно отсюда не видно принципе не надо ну а летом можно вот и на открытой этой террасе здесь тоже питаться так но обед у нас подходит концу ну краткое резюме что ли все достаточно вкусно всего достаточно есть рыба есть мясо именно мясо пусть она будет тушеная там с теми-то овощами но она хорошими большими кусками нормально тушеная не резиновая говядина баранина я вот сказать здесь точно сейчас не могу есть курица это мне кажется однозначно набор овощей и это наверное главное сейчас вот преимущество турции северных каких-то наших регионов россии украины белоруссии овощи сезонные они свежие огурцы помидоры они имеют вкус то есть не просто перегонка воды какая-то идет они действительно свежие сладости вот на обед они тоже есть шедевров тут не изготавливают но опять же все вкусно все съедобно я не большой любитель каких-то этих сладостей но тем не менее здесь вот я пирожное попробовал с инжиром интересно кофе чая алкогольные напитки но я брал только пиво могу сказать на что-то другое остальное все тоже есть исходя из того сколько вы заплатили я думаю что здесь все адекватно и все достойно персонала много убирают быстро утро мне вообще показалось что мы пришли наверно около 8 утра на завтрак постояльцев было мало в девятом часу а персонала было достаточно мне даже показалось что персонала здесь больше чем чем гостей ну а потом постепенно начали люди пребывать и просыпается кто-то попозже ведь не все встают там 8 утра встают там 9 попозже но вот ближе уже к закрытию к окончанию завтрака 10 утра народу стало достаточно на обед ресторан полный я не скажу что битком не битком но дополнительные зал я уже вам показал их открыли для того чтобы не было тесно и люди чувствовали себя комфортно поэтому в это время в такую погоду здесь все хорошо я бы даже сказал отлично что хочу сказать вот о работнице спа-центра розе ну просто она из средней азии самородом ну просто душевный человек шикарные ребята не реклама ничего но вот само отношение до человек заботиться о своем бизнесе о своем заработке да она ведет какую-то рекламу абсолютно не навязчиво пойдемте пройдемте можно поснимать поснимайте вот все вам расскажет все покажет вот это я считаю действительно настоящий деловой подход если ты работу свою делаешь качественно тебе ее не за что стесняться за свою работу если у ты где-то пытаешься кого-то обмануть надуть надурить тогда да тогда ты можешь что-то скрывать что-то не показывать чего-то прятать и вот по турецким отелям я тоже так где-то это вижу такие моменты здесь вот ну вот меня просто вот реально вот как-то тронуло даже вот отношения розы то есть вообще человек человек с душой и гостям и с душой к своей работе ну если можно было бы я бы конечно аплодисменты без дела спасибо за при проведенный тур по спа отеля а рокс роял вот ну и спасибо за это отношение к гостям не знаю вот ребят взял по рекомендации барменов вот такой напиток вы бы наверно ни за что не угадали бы что это такое наверное я думаю варианты были бы там текила там золотая еще не знаю что там еще виски какой-то не доделаны но на самом деле это это коньяк мне это подали как коньяк честно говоря по по запаху ну и вкусу ну есть что-то как это нотки коньячные но не знаю почему вот такой цвет сколько он выдерживался этот коньяк вот я не знаю там после еще зайду к ребятам узнаю что это за коньяк чтобы было понятно вообще что это такое ну пока вроде бы я говорю по вкусу про проблем нет вопросов нет только по цвету ну и без проблем выдали мне чашку вот таких орехов не элитная но тем не менее они есть я бы так сказал но не по выдаче нормальную дали тарелочку такую хорошую солененьких ну вот здесь вот рядом с атриумом работает детский клуб функционирует вот смотрите детки сидят а группа от 5 до 12 здесь и мультики показывают вот мини клуб даже несмотря на то что не сезон он работает добрый вечер всем наступило время ужина мы сходили спа по приглашению администратора розы но это администратор спа естественно что хочу сказать о спа ну спа как спать ничего необычного здесь нет бассейн бассейн принципе теплый 28 градусов сауна ну средняя скажем так сауна температура там не больно высокая вот и какое замечание хотел бы я сказать это само помещение сауны она не требует ремонта это мягко сказано потому что есть в сауне проломленные доски даже где-то подгнившие поэтому есть риск того что вы встанете и можете ну провалиться в эти досочки под эти досочки да вот других никаких нареканий нет хамам турецкая баня но в принципе нормально все бассейн тоже так как тут турецких гостей приехало очень много поэтому и в бассейне было очень много и молодые люди и девушки и детей но полный аншлаг был народу очень много было купаются веселятся молодцы ребята дружные все такие прямо такой вот коллектив вот и я думаю что сейчас и в ресторане несмотря на то что сейчас ну практически самооткрытие это вот буквально 10 минут прошло сейчас без 27 после открываться я думаю народу сейчас тоже будет много но на что задача какая посмотреть что дают и что здесь вообще есть на ужин какой выбор какой ассортимент ну по местам я уже показывал поэтому здесь смотреть иного ничего я вам не покажу вот в общем то как я и говорил очень народу здесь уже много да в основном это местная местные гости приехавшие из каких-то регионов турции не знаю из каких не буду ничего говорить суп суп как видите подают и на обед и на ужин здесь делают пиде их много они всегда в достатке есть вот сразу заготовочки булочки они всегда здесь есть здесь всегда картошка фри она всегда здесь спагетти да здесь принципе даже но можно сказать ничего не меняется с обедом все тоже самое самое так что здесь 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 овощи курица куриные крылышки здесь это горячее блюдо здесь за ними очередь идем дальше иду посмотреть в надежде на какую-нибудь изюминку здесь хлеб здесь ничего нового нет бар работает напитки все есть за ними кстати сказать никакой очереди потому что турки в основном так а вот здесь что-то такое дают интересненько а что здесь тоже горячее блюдо индейка филе миньон здесь и рыба ну а здесь принципе тоже картошка фри принципе то же самое то есть вторая раздача горячего которая есть вот в другой стороне здесь кабачки бакалажаны опять же пиде здесь что-то горяченько что-то тушеное это майонез так салаты они есть порционным порционная здесь зелень вся та же самая она не сменилась с обеда но я надеюсь что будет какой-то прорыв наверное в сладком так вот здесь уже какие-то десерты появились клубникой смотрите какая красивая стоечка здесь клубничка действительно реально красиво и вот здесь стоит очередь зачем-то я даже не пойму зачем ну здесь сыр какие-то закусочки не скажу что здесь чего-то что-то удивительное но в основном женщины здесь стоят видимо это им нравится это они любят и поэтому за этим стоят так фруктовый стол он не меняется он не богаче не беднее не становится тоже пирожное с клубникой здесь появились какие-то торты я думаю что их будут добавлять ну и в общем то и вот здесь то же самое вот это же клубничка да что то есть что то можно выбрать интересненько но такого-то ну супер вау конечно нет да не должно быть конечно же это ясно в общем наверное все вот смотрите я пока ходил по территории вот здесь очередь склынула никого здесь нет здесь рыбка рис в принципе все здесь в доступности и никаких проблем чтобы взять блюдо сейчас уже не возникает все есть но мне кажется рыбка конечно она вот немного пережарена какая-то она уж но больно черненькая но попробуем сейчас мы будем я думаю мы сейчас немножко перепустим вот этот основной наплыв я думаю сейчас мы не будем оставаться еще погуляем увидите на улице то еще не стемнялась это вот к слову о том что некоторые спрашивают то с погодой в турции вот когда темняется когда расцветает ну вот сейчас в принципе без 10 7 еще светло еще даже не сумерки и я думаю что наверное минут 15 еще будет ну еще не стемнеет то есть где-то в восьмом часу получается уже будет темно и вот баре еще стоит свободном доступе айран пожалуйста напитки есть пиво джин тоник ну какие-то более крепкие айран есть холодильнике есть нет народу много что когда дата очень хорошо здесь обслуживают все все доброжелательные вообще превосходно мне нравится ребята молодцы маска а а а а а а а Продолжение следует...